Привет, ребята, я Шми. Добро пожаловать на мой канал. Сегодня мы находимся в Novitec, где мы посмотрим на новую 812 N-Largo. Да, они выпустили собственную модификацию самого нового Super GT из Maranello. 812 Super Fast. Эта машина такая широкая, на 14 сантиметров шире, чем стандартная версия. Спасибо новому обвесу. А ещё она получила самую безумную и оглушительную выхлопную систему. Такого вы ещё не слышали. Вы погрузитесь в атмосферу гонок Формулы-1 и звука двигателя V12. Сегодня мы всё послушаем, изучим доработки, которые они сделали, ну и, конечно же, сядем внутрь и прокатимся по дорогам, ощутим весь этот звук. Так что давайте же начнём и заценим новую Novitec 812 N-Largo. Это уникальная возможность оказаться рядом с двумя такими машинами. Всего Novitec собирается построить 18 таких машин N-Largo. Но сегодня я посетил их гараж на своей Ferrari GTC 4 Lusso. Это часть моего ежегодного тура к дежешми. В штаб-квартире Novitec мне особенно нравится этот двор, где расположены эти гаражи. Здесь хранятся машины покупателей, на крыше солнечные панели, а в течение всего дня конструкция вращается. Это здорово. Но мы здесь, чтобы изучить и посмотреть на то, что именно они изменили в ней. Поверьте, это очень большой список. Полностью новый обвес, диски, подвеска, выхлопная система, новый интерьер. Они прокачали двигатель. Так, с чего же нам начать, пока мы еще не послушали звук, который просто очень настоящий и естественный. Здесь же стоит двигатель 6,5 литра V12. Это напоминает мне двигатели V12 в машинах Формулы 1. Это просто невероятно громко. Одной из первых моделей N-Largo была Novitec F12 Berlinetta, предшественник 812-го. Они построили 15 таких машин. Затем они выпустили 11 штук N-Largo S, что было большим успехом. Чуть позже они построили еще такие модели N-Largo, как 488 GTB, 488 Spyder, McLaren 720S. И вот совсем недавно они представили долгожданную 812 N-Largo. Я думаю, что двигатель многое решает. Сейчас давайте поговорим об этом. Они его доработали, в нем и так было 800 сил, а сейчас стало вообще 840 сил. Момент увеличился от 718 ньютон-метров до 750. Так, задний привод. До сотни машина едет 2,8 секунды. Максимальная скорость 345 км в час. Если поговорить о дизайне, то он агрессивный. Это их самая экстремальная модель. Она широкая, низкая. И если мы посмотрим спереди, то увидим многие элементы от F12 N-Largo S. Вот эта линия на капоте, вот эти изгибы, которые уходят вниз. Карбоновый диффузор. Здесь стоят большие диски, но Vitek разработала их вместе с Vossen. Называются они NF-10NL. Глянцевые черные диски. И сейчас уже видно, что она стала ниже, чем стандартная машина. Если посмотреть сбоку, то видно вот эти отверстия детали экстерьера. Карбоновую юбку. Если мы пройдем назад, то мы видим неподвижный спойлер во всю ширину кузова. И вы сразу можете заметить ширину этих арок. Также видно линию кузова от стоковой машины. Она на 14 сантиметров шире сзади. Просто гигантские арки. И на 7 сантиметров шире спереди. Продолжаем. Выхлопные трубы, торчащие из карбонового диффузора. Посмотрите, какой вид. Насколько же это грозно и вальяжно. И все-таки это очень и очень широкая машина. И повторюсь, что она очень громкая. Позвольте мне показать вам интерьер. Сейчас я найду ключ. Открываем машину. Красный брелок от Феррари. Интерьер в этой машине просто что-то. Вы только посмотрите. Полностью все переделано на Новитек. Фиолетовая отделка. Прострочка на черной коже. Мне кажется, это отличный контраст с жемчужным цветом самой машины. Посмотрите на интерьер. На сидения. Как они обшиты в черную кожу. Вышивка Новитек на подголовнике. Это просто что-то. И кстати, зацените этот карбон. Фиолетовый карбон на деталях интерьера. Просто отличная отделка. Но я думаю, что пришло время послушать ее звук. И поверьте мне, сейчас будет просто очень громко. Так что давайте я сяду внутрь. Нас поприветствует указатель оборотов, пройдя до 9000 оборотов в минуту. Слева 812 суперфаст, а кнопка запуска здесь, на рулевом колесе. Нажимаем на тормоз и слушаем звук. Что происходит? Это очень громко. Давайте я выйду. Вот я и снаружи. Это нормально, что вы меня не слышите. Мы ведь даже не в гараже. Мы на улице. И это все этот выхлоп. В передней части машины должно быть чуть тише. На этих машинах, кстати, разный выхлоп. Это холодный пуск двигателя В12. Невероятно громко. Это навело меня на мысль поэкспериментировать с выхлопом моей GTC Full Lusa. Вот она и прогрелась и стала чуть тише. Но звук все еще такой же. Смотрите, даже коврики сделаны в фиолетовом стиле. Да, мне это очень нравится. Я большой фанат фиолетового цвета. Две тысячи оборотов. Три тысячи оборотов. Двигатель определенно стоит прогреть. Но это просто ненормально. Абсолютно ненормально. Окей, на VTEC отлично поработали и сделали этой машине самый крутой выхлоп, который я когда-либо слышал в своей жизни. Я думаю, что нам пора прокатиться и немного насладиться ощущениями от этой машины. Это машина для конкретного покупателя. Завидую. Это очень эпично. А теперь давайте заведем красную машину. Слушаем. Я уже снимал громкие машины. Но сейчас я просто оглохну. Невероятно. Просто невероятно. Вот и пришло время. Садимся внутрь. Сейчас мы поедем. Я уже в предвкушении. Волнуюсь. Здесь есть сенсорный экран. Здесь мы видим режимы вождения. Сейчас стоит рейс. Режим рейс – это как раз то, что нужно. И да, моя лусса звучит гораздо тише. Особенно после такого опыта. Сзади видно спойлер. Чувствуется, что вся машина низкая. Выключим радио. Всего 2000 оборотов и уже есть звук. И шум. Посмотрите на эту карбоновую деталь на капоте. Очень здорово. Особенно, как она начинается где-то впереди арок, а потом уходит вниз. Я хочу сказать, что вот это – стандартный интерьер 812. И даже эта машина очень особенная. Как она выглядит, ощущается. Ого, этот звук. Слышно трески, понижение передачи. Шум просто дикий. Небольшой туннель, открываем окна. И... У-ху-ху-ху-ху-ху! Совсем рядом есть еще один. У-ху-ху-ху-ху! Шум просто дикий. У-ху-ху-ху-ху! Просто жесть. У-ху-ху-ху-ху! Свободный участок. У-ху-ху-ху! 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 У-ху-ху-ху-ху! Вот это был звук! Аххх-ху-ху-ху-ху! У-ху-ху-ху! Эти переключения! Ахх-ху-ху! Кстати, прямо слышно свист воздуха на всасе. Это... Это как Ferrari TDF, предыдущее поколение. Она такая же хардкорная, громкая, агрессивная, свирепая. Если вам нравится V12, то это абсолютная мечта, особенно этот звук. Если честно, я думаю, что не зря уделяю столько внимания звуку этой машины. Ведь одна из причин, по которой мне нравится GTC for Lusso, это звук. И когда я приехал с ней сюда, в Novitec, чтобы улучшить звук, я послушал звук F12 Enlarga S и F12 Enlarga, и теперь я делаю обзор на 812 Enlarga. И хочу сказать, что это такой же звук, но он не всегда такой. Это регулируемый выхлоп. Можно сделать его тише, но здесь нужен именно режим Race. По такой дороге получаем звук. Он разносится просто повсюду. Звук и переключение – это мое любимое. Эти машины такие быстрые и агрессивные. Ну, еще и громкие. Опускаем окна. Впереди небольшой туннель. Это нам и нужно. Вот мы и вернулись. Вон стоит McLaren Senna. Портофина Novitec 488 Enlarga. Проезжаем Майулуса. Посмотрите на машину впереди нас. И мы сейчас сидим в такой же. Она просто нереальная. Все они создаются здесь. Красота. Давайте послушаем эту машину снаружи. Этот звук. Очень громко. Но этот выхлоп с клапанами. Сейчас он звучит уже чуть тише, когда они закрыты. Слышите? Уже поспокойнее. Так-то огромная разница. А теперь делаем ее опять громче. Это просто оглушительно. Еще слышно звук трактора Ламборгини. Давай еще, погазуй. Четкий звук. Объем этого звука. Его громкость. Мне это нравится. Сейчас клапана закрыты. Разница определенно есть. В движении она перестает так гудеть. Например, если вы едете по трассе, то уже не будет такого звука. Это очень интересный момент, когда машина перестает вибрировать и так сильно гудеть. Но этот громкий режим — просто что-то особенное. Вот и тишина. Это был звук с другой планеты. Здесь очень тихая местность. В качестве бонуса мы послушаем и эту машину с полностью переделанным выхлопом, который, я думаю... Да, я встану подальше. Давайте послушаем запуск. Ну все, я ухожу. Мне пришлось отойти так далеко, чтобы вы меня услышали. Сейчас она прогреется, и мы еще раз ее послушаем. Интерьер в этой машине, конечно, просто космический. Посмотрите на этот фиолетовый карбон на руле, лепестках, дефлекторах, центральной консоли. Кнопки «Лонч». Все фиолетовое. Логотип Феррари по центру. Я очень впечатлен салоном. Да и вообще, 812 — одна из моих любимых машин. Позади сиденья все сделано также в фиолетовом стиле. Фиолетовая прострочка, ремни безопасности, полка в багажнике. Тоже за аппарат. Двигатель вроде прогрелся. Какая там температура на левом дисплее? В общем, когда она прогреется, мы сможем нормально послушать звук. Но даже сейчас он просто нереальный. Весь прикол в том, что я точно отойду подальше, потому что... Что это было? Еще раз. Покойтесь с миром, кто смотрит видео в наушниках. Просто безумие. Вот и клапаны закрылись. Я сразу-то и не понял. Хотя она стала значительно тише. Последний раз мы любуемся этими машинами, пока не начал Сауроган. Это был прекрасный опыт и возможность. Так или иначе, нам пора заканчивать. Что же за визит на VTEC? Что же за прекрасный шанс увидеть и послушать эти машины, ощутить красную Феррари на дороге? Этот звук – истинный звук V12. Это самая громкая машина из всех тех, что я когда-либо снимал. Одновременно это и самый лучший звук. Мне нравится 812 Superfast. Не секрет, что я приобрел GTC 4 Lusso потому, что это более практичная версия с двумя дополнительными сидениями. Но именно это смотрится круто. По сути, это отличный дизайн и показатели, но она не каждому будет по вкусу. Они экстремальные, громкие и шумные. Но это всё Enlarga. Всего 18 таких машин. И две из них прямо перед нами. Большое спасибо, Navitec. Я надеюсь, вам понравилось это видео, как мы посмотрели на эти машины в деталях. Но это всё на сегодня. Это был тур «Где же Шми?». Скоро увидимся. Удачи! Субтитры сделал DimaTorzok